Здравствуйте, дорогие друзья! Шабул Атов! На этой неделе мы с вами изучаем недельную главу в Айце, где наш праотец Яков женится на четырех сестрах, и у него рождается 11 сыновей из 12, которые являются родоначальниками еврейского народа. Разумеется, это очень-очень непростые все процессы, это очень глобальный процесс зарождения еврейского народа, поэтому ничего просто не будет, и у Якова все-все-все очень сложно. С Эсавом, Славаном, отношения между сыновьями, все очень-очень непросто, и нужно это все изучать, углубляться с комментариями, чтобы понять, что же там происходило. Торан нас учит очень важному уроку. Написано, что в один из дней был такой очень тяжелый диалог между сестрами Рахель и Леей, и Лея сказала Рахель, ты у меня мужа забрала. Говорит Лея Рахель, что ты у меня, Рахель, забрала мужа. Это вот такая вырванная фраза из там длительного диалога, который у них был. Давайте задумаемся. Мы все с вами знаем, что Рахель это та сестра, которая помогла Лее стать женой Якова. И Яков хотел жениться на Рахель, но Рахель, чтобы не унизила сестра Лея, она ей помогла, и Лея стала женой Якова благодаря Рахель. И здесь Лея ей говорит, ты Рахель украла у меня мужа. И Рахель не отвечает. Она молчит. Как она может молчать? Она же ей помогла. Но Тора говорит, что Рахель, когда ее вот так вот оскорбили, и в принципе ее оскорбили вообще неправильно, и она могла сказать, что я забрала у тебя мужа, это ты вообще здесь лишняя, это я тебе помогла. Но Рахель так не говорит. Когда Лея ее ужасно оскорбила и сказала ей, что ты у меня мужа забрала, Рахель молчит. Давайте посмотрим, какую награду ей дал Всевышний за это молчание. Написано сразу после того, что Лея оскорбила Рахель, и Рахель промолчала, и ей не ответила, «И вспомнил Всевышний Рахель, и дал он ей сына Йосефа». Тора нам говорит, что когда тебя кто-то оскорбляет, а оскорбление, которое получила Рахель, было невыносимо тяжелое, потому что Рахель помогла своей сестре выйти замуж за Якова. И та ее оскорбляет, говорит ей, что ты у меня украла мужа, ведь Рахель настоящая жена. Она истинная жена, которая, по идее, должна была быть единственная вообще у Якова. Но она помогла Лее тоже стать женой. Но Лея ей говорит, ты у меня мужа забрала? Это невыносимое просто издевательство. Но Рахель нашла в себе силы промолчать. И это молчание позволило ей дать Всевышнему награду для нее же самой, чтобы она родила сына. Вот насколько велика сила молчания, когда тебя оскорбляют. И ты не отвечаешь. Говорят нам наши мудрецы, проси у Всевышнего, что хочешь, твоя молитва 100% будет услышана. Потому что вот это вот состояние, что ты молчишь и не отвечаешь на свою обиду, дает тебе уникальные вещи. И все-все-все врата для молитвы на небесах открыты в этот момент. Это мы учим из поведения Рахель. Она промолчала и наконец-то получила своего первого долгожданного сына Йосефа. Также около 100 с лишним лет назад, была в, по-моему, это еще, нет, это еще в царской России, была еврейская семья, и у них не было детей. И они молились, Всевышний дай нам ребенка, и ждали-ждали, нету детей. А раньше, вот 100 с лишним лет назад, был такой стирочный день. Женщина стирала, весь день выжимала, никаких стиральных машинок не было. И она вот весь день, часами все это все стирала. Потом нужно было все развесить на ниточку, и пускай себе сохнет на солнце. Но это был тяжелейший труд. И вот, это наша семья, без детей пока что. Мама, жена постирала все белье, всю одежду в доме, и повесила себе аккуратненько сушиться на веревку. Соседка увидела, что веревку привязали к ней на забор, взяла ножницы и отрезала эту веревку. И все это белье, весь колоссальный труд, все это чистенькое и уже почти высохшее белье упало в грязную землю, и все нужно заново перестирывать. Хозяйка, когда это все увидела, она не начала кричать на соседку, зачем ты это делаешь. А эта хозяйка промолчала. И знаете, что с ней случилось? Она промолчала, пошла тихонечко перестирала, все заново повесила, и веревку уже повесила не на забор к соседке, а в другое место. И весь день она молчала, не отвечала. И через год в этой семье родился мальчик. Его назвали Юсеф Шалом. Пускай Всевышний добавит мир, потому что это мама промолчала. Она дала это имя Шалом, Юсеф Шалом. Фамилия этой семьи была Ильяшев. В этот день родился Юсеф Шалом Ильяшев, который в будущем станет главой поколения на много-много-много лет, и который обучал еврейский народ своей тори до недавнего времени, раб Юсеф Шалом Ильяшев, сихронолибраха. Здесь мы снова видим, что когда человека оскорбляют, ему делают какой-то, вот даже в принципе ущерб, потому что перестировать все это еще целый день работы. Но мама Рав Ильяшева промолчала. Она сказала Всевышнему, дай мне ребенка в заслугу моего молчания, что я не отвечаю на оскорбление. Всевышний дал ей мальчика Юсеф Шалома Ильяшева. И из поведения Рахель, и из поведения вот этой мамы Рав Ильяшева, мы видим, что когда нас оскорбляют и мы молчим, самое лучшее время для молитвы. Спасибо огромное, друзья, за внимание. Давайте пользоваться секретом вот нашей праматери Рахель. Спасибо огромное.